Митевая климатизация Груш Козлови Вопрос серьезный, что он будет касаться студентов в том числе. Как получилось? Итак, груши. Митюрин выступает как последователь распространенной и господствовавшей в то время теории акклиматизации греля. Горя желанием во что бы то ни стало завести у себя на открытом воздухе те прекрасные сорта груш, плоды которых мы видим только в лучших фруктовых магазинах. Кстати, наши с Макаром лучше, чем в лучших фруктовых магазинах. Митюрин не нужно было теоретически опереться. теория же греля подкупала своими внешними указаниями. Возьми черенки от взрослых растений, иноземных нежных шартов, привей их в крону. Внимание! Ключевая фраза. Крома более серых шартов. Акклиматизация обеспечена. Дальше видите, что было? Дальше был крах, мёртвый сад, проклятие Митюрина в адрес, ну, сами понимаете, кого, не будем называть фамилию, вот, и всё на этом. Потом начиналась длительная работа. Митюрин, он гений. Вот. Вы знаете, что такое ментор? Никто не говорит, что ментор переделывает геном. И я этого не говорю. И не говорил никогда. Вот. Но влияние огромное. В том числе и на морозостойкость. Так? И получается, что сразу бухты-барахты не получилось. Он пошёл уже, ну, назовём это поэтапно. Поэтапно. Вот. Ну, я не знал ни того, я не знал ни этого. Я просто взял, несколько поколений вырастил, с первого, с второго, с третьего, с сетевого, с пятого. И оказалось, что не надо десятки лет для того, чтобы добиться успеха. В фотогалере вы видели. И вот мне кажется, что мы где-то в своё время, а сейчас современная учебная наука, учебная, именно преподавательская наука, преподавательский состав, он опирается на прошлое знание и не знает современных. А Елена Александровна Савинича, она была в Мичелинске. Вот. Она приехала туда и сказала, вот в Сибири немножечко, как бы, в своём кругу добились таких успехов, мягко говоря, которые больше нигде не повторились. Вот. И вот. И мы там жили. А кто такой жилья? Оказалось, что никто его там и не знает. Почему? Им не интересно это. Вот. Заранее известны варианты. Или у Железова климат, как на Украине. А, чёрт тогда. У нас холодно, мы под Москвой, у нас в Мичуринске холодно, всё замерзает. У этого, как он раньше назывался, город Козлов, да. Вот он, видите, всё это у него замёрзло. У Мичурина, видите? Вот. А значит, у Железова ещё теплее. То есть, от обратного. Вот так и в эту глушу лезли в этот тупик и оказались сами себя обманули. Вот. Здесь выступаю я в роли такого, значит. Значит, кто-то делал этот фильм. Это актёр, это актриса, это Мичурин, Ярхов, это его жена. Вот. В фильме трагическая музыка. Мучились, пересаживали. Там есть какие-то, есть какие-то они оттяжки, невязки. Вот. Всё прекрасно растёт, но у него что-то не получается, возьму-ка, я пересажу с чернозёма на самую бедную почву. И садил, якобы, вот такие деревья, большая часть из них после пересадки погибло. Я бы, если бы вынужден это делать, то только по страхам расстрела, естественно. Но тогда, где у дамы руки, у артистки, вот здесь бы я обрезал это дерево. Я бы оставил примерно, вот они хорни, я бы оставил примерно четвёртую часть, не больше. А потом бы она или погибла бы, или возродилась бы отсюда почти свежие побеги. Но я бы больше спас. А вот этого в то время, видимо, не знали, раз консультанты фильма, это сплошные профессоры-академики, заставили артистов сажать деревья без обрезки. Да что там вы говорите, сейчас это, я потом, сегодня не успею, но, наверное, в одном из бюджетных фильмов, я покажу умнейшего, толковейшего мужчину, садовода, из тех, которых я уважаю искренне. И вот искренне приводит довод и пытается меня железо убедить, что не надо обрезать при пересадке крону, не надо этого делать. И хорошо, что у меня реальные факты. Вот. И с одним из них мы сейчас толпнемся. Но мы еще до этого дойдем. Так. Не знаю, интересно все, что я говорю. Дело в том, что я не то, что разбрасываюсь, я пока отвечаю на письма. Редактор субтитров А.Семкин